Снова здравствуйте. Третья часть Барнезонского балета. Немножко допокажу вам то что не показал в прошлый раз и перейдем к следующей стадии. Я вам показывал бруски, но не показывал вот такого положения. Один брусок, следующий брусок. Вот расстояние, когда только начинает загораться. Берем вот этот, тоже есть расстояние. Возьмем этот самый длинный, вот это сосна. Вот, я дотрагиваюсь и поднимаюсь. Если дадим ту же яркость, то вот на таком состоянии. Если ставим вот так, то тоже видите. Этот брусок 13 сантиметров. И плюс еще сантиметра три сверху. Вот под лаком сосна. Про керамику немножко забыл. Но он нам все еще пригодится в другом месте. Ну кусочек очень тонкий. Теперь покажу тот же карандаш. Те, кто был невнимательный, посмотрите теперь внимательно. Хотя и так было все видно. И повторяю. Ставлю вот так. Сейчас загорается. Выключаем. Разворачиваем. Не горит. Кто-то может еще подумает, что с этим делать. Да, вот еще это не показал. Показать, что оно влияние не оказывает. То есть что-то вроде поролона. Достаточно толстого, но влияние никакого. Потому что пористый. Подписывайтесь на канал. Аминь. Подписывайтесь на канал. То есть что-то так, так? Да. Понимаете? Здравствуйте. Никакова. Выключите лайк. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И сейчас покажу вам несколько наоборот. Если до этого был использован мой объем тела, и я дотрагивался... То есть я брал индикатор в руки, и вот им дотрагивался до объектов. То есть сейчас я не участвую. Берем все те же материалы, которые были в прошлый раз, и пробуем, прогоняем по этой системе. Возьмем пачку. Смотрим, что она как-то дает свой оттенок. Видно, что засвечивает. Но это пачка. Возьмем слюду. А как сюда? А как сюда? И видите, везде есть какое-то действие. Вам это уже знакомо. Эбонит. Реагирует на все. Изоленту. Видите, здесь коротко, чувствительность низкая, но горит ярче, чем здесь. Берем камешек. Вот смотрите, за яркостью все очень наглядно. А как это? Видите? Сразу как-то заметнее. А сюда? Обычная резинка. Ну, это бесполезно. Поставим пирамидку. Поставим пирамидку. Ну, чувствуется. А сюда? Тоже очень хорошо. Ладно, давайте. Вот такое. И вот так. Ну, и уже можем заниматься магией. И нематит. И нематит. Пирамидку. Ну, напомню. Это бамбук. И вот такая реакция. Главное. Ну, что? В лыжник. Так. Контакт. Больше. Захват. Идет больше. Вот так. Вот оно. Плоскость. вот когда ставим так соответственно яркость булыжник как видите ставим вертикально а сюда разницу чувствуется галекам различные камешки а вот так совсем другое дело вот там можно и так класть плохо держится так а галька ну видно что ярче вот всего-навсего кусочек и смотрим разницу а вот такое а так все настолько чувствительно что можно полностью повторять контуры яйцо яйцо другое дело яйцо 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 ну можем шишку попробовать но у него своя структура поэтому тут надо или плотнее как-то и такие вещи они ничего не дает нужно так почти ничего а вот так ну бруски тем более понятно чем не приложись ну вот вам и так так вот так вот так Абсолютно разные материалы, но как реагирует, в это еще можно. Тарапласт забыли. Тарапласт забыли. Попробую еще это. Тарапласт забыли. Тарапласт забыли. Тарапласт забыли. как видите реакция самая разнообразная но везде присутствует и особенно на камни к сожалению у меня нету такого набора камней чтобы все испробовать и если вы заметили что чем плотнее камень тема больше реакция даже и небольшом размере вот такой вот кристаллик керамиком ладно еще воду замутим эксперименты с ней я вам показывал еще несколько лет назад когда энергопосох только зарождался и засвечивал тогда лампы дневного света вплоть до вариантов с ванной вот дополню еще светодиоды кстати вероятно кто-то должен помнить на одном помойном канале называемая глобальная волна с ведущим ярославом старухиным была встреча бровина с некой лабораторией создавшие якобы гипер генераторы свч нассор вот там светились светодиодами и воде тоже правда потом почему-то ограничили доступ к этим роликам но ссылку я на одну запись дам и главное то излучение было очень сильным и вредным я же вам покажу пример что-то вроде того но только на целебном излучении и мощность всего в 1 ватт сейчас примет участие вот такие вот светильники это 220 вольт это тоже на 220 только как галогенка сделан а это галогенка на 12 вольт продам битая матрица свет опять тушим ну вы помните как тут все было до этого и вот тут немного воды в этой емкости вот уже как она все это фонит ну и можно так даже то есть как жидкость если конечно и у нее нет возможности куда-то сбрасывать энергию вот как она в себе это все держит создают фон ну если опустить тут вообще будет пожар вот возьмем матрицу на 12 вольт битую там встроенный драйвер хороший поэтому ведь она плана включается как и полагается тут драйвера фактически нет элементарный поэтому светить будет разум вот тоже на 220 вольт с патроном здесь тоже хороший драйвер стоит поэтому тоже плавным ну еще 220 добавляем еще 220 видите одно резко загорается 2 плану 500 вольт почти и смотрим дальше вот на таком расстоянии она уже работает довольно прилично мы продолжаем эксперимент я сейчас отодвигают излучателем и смотрим насколько она все это будет дальше все но продолжать действовать вот сейчас я примерно опять же тут изоляция к воде я не касаюсь но если мы касаемся воды вот как видите расстояние продолжаем это расстояние все дальше и дальше вот где-то здесь то есть сантиметров 15 ну и чтобы два раза не ходить вот я забыл про этот деревянный элемент посмотрим что он может показать ставим опять сюда он где-то 15 сантиметров почти то есть еще больше подымаем опять же выбираем и создается фон то есть есть расстояние но так как относительная емкость это вот деревянного изделия уже побольше они дальше то есть чем больше чем больше будет взаимодействия и последняя демонстрация как я вам всегда говорю про посохи что ставить их надо подальше от металлических конструкций особенно радиаторов холодильников ну и там подобное вот почему не следует этого делать значит я на излучателе сейчас отключил одну сторону чтобы одна вторая не мешала друг другу поэтому сейчас здесь расстояние увеличилось два раза раньше было 7-8 сантиметров то сейчас где-то около 15-16 когда светодиоды засвечиваются у нас есть металлическая сетка и вот можем увидеть что даже такая вот сетка которая находится не в контакте ни с чем вот она уже на себя берет больше на 30 сантиметров 30-35 сантиметров уже засвечивается то есть если радиатор побольше или там холодильник или еще что-то и они и есть они конечно заземлены радиатор обязательно заземлен так же как и холодильник или стиралка или еще что-либо подобное то у вас энергия будет уходить в никуда причем если брать посох то он будет искажаться его форма излучения попробую провести разбор полетов напомню только чтобы все понять о чем я вам тут вещаю следует посмотреть мои предыдущие выпуски и по опытам с возможностями индикаторов и по древней энергетике ссылки конечно под роликом прошлые цивилизации знали как правильно работать с энергиями и металл использовали только там где это было необходимо а в основном использовали только многочисленные сочетания диэлектриков и как вы должны были заметить условная емкость или так скажем объем энергии сильно зависит от плотности материала и ее размеров конечно еще от формы поверхности расположенности но эти моменты я пока специально опустил так как будут подробности в будущих выпусках пористость тут вообще не катит поэтому использовали древние цивилизации мегалиты из гранита мрамора и тому подобного материала также ценятся цельные изделия из дерева и очень подозрительно что все больше и больше идет подмена внутреннего интерьера и мебели которые сейчас делают из дсп и вообще пресс-картона различный ламинат сайтинг когда я вам объяснял устройство использование моего жезла я вам говорил что следует брать пластиковую трубу где излучатели замещались внутри потолще а расстояние от всех устройств соблюдать более нескольких сантиметров чтобы не было плотного прилегания к телу вот в том же энерговентиляторе я использовал образ стекло на 5 миллиметров а излучателя заместил внутри они снаружи казалось бы что стоило разместить сверху из ламинировать хотел кстати вообще сделать толщину на 10 миллиметров но тогда под руками материала подходящего не оказалось теперь надеюсь вы понимаете почему именно так я это сделал вот обо всем об этом если у меня появится настроение я постараюсь подробно рассказать и объяснить в будущем еще раз повторяю как вы видели моих показа к радио электромагнитным волнам это энергия прямого отношения не имеет у нее свои особенности своя физика хотя традиционники не видят разницы другое дело что получается она от множества самых различных других физических взаимодействий любое движение любое шевеление и подставляя емкость я очень надеюсь дошло для многих что диэлектрики особенно минералы вступает во взаимодействие с излучаемой энергией и эффективно ее накапливают если она статическая так как та динамическая энергия которую я использовал в показе она взаимокомпенсируется и не может накапливаться только если не создать соответствующие условия и конечно прилагая некий источник энергии или генератор то есть динамический источник мы увеличиваем эффективность воздействия на живые организмы главное следует знать параметры подачи ну а понимая процессы взаимодействия применяя различные виды материалов и их конструктив древние энергетики совершенстве владели возможностью защиты организма от внешних угроз в виде болезни и наполнения жизненной энергией поэтому в те времена не было необходимости содержать целую армию врачей убийц и строить многочисленные больницы до аптечный торговый беспредел так вот именно наличие энергии дает жизнь всему вы не получите никакого тепла если не будет наличие энергии вы не получите света любого движения химических процессов и вообще жизни так как только наличие энергии позволяет совершать любые действия и поддерживать жизненный уровень и чтобы энергию управлять ее и потреблять необходимо ее же иметь то есть как-то получить как-то накопить и как-то принимать вот примеру вы никогда не плавали в пустом бассейне или еще интереснее может ныряли конечно нет даже чтобы принять ванну вам необходимо ее наполнить водой но чтобы был толк от ванны или от бассейна вам надо совершать некие действия не будете же вы как чуркая просто лежать в воде постепенно закисая в бассейне будете плавать нырять то есть резвиться вовсю а в ванной если оборудована системой джакузи будете получать сильнейший массаж и энергозаряд причем джакузи создают бурлящий хаос они просто прямолинейный поток от которого было бы совсем меньше толка если нет ничего такого то будете сами как-то взаимодействовать с водной средой а как вам берег моря и нетерпеливость в ожидании высокой волны взаимодействие с водной средой это тоже заряд энергии вот также и живительной энергии чтобы ее пользоваться надо создать некую энергоемкость наполнить ее до определенного уровня и создать определенные условия и некое движение этой энергии так как без движения на так скажем плохо впитывается биологическое тело ну как я вам уже рассказывал энергия не имеет ни веса не массы не обычного физического объема поэтому бочку ее не зальешь тут другая физика надо иметь совсем другой подход поэтому когда требуется огромное количество энергии то строится мега сооружение а для индивидуального применения используют определенные артефакты комбинируя минералы и другие особо твердые камни вроде алмазов совместно с проводниками типа золота серебра и там подобное да еще создав энергонапряженную окружающую среду причем модулируя ее различными способами мы создаем мощное взаимодействие энергии которые множественно раз преобразуясь воздействует на живой организм и могут или поднять его энергетический потенциал или забрать и конечно очистить тело от различного энергомусора и энергопаразитов именно так древние цивилизации понимая происходящие процессы содержали свое тело и душу на высоком уровне а в этом была всегда огромная необходимость согласно моей теории о причине отсутствия волос на нашем теле а главное полное отсутствие волос кроме головы на представителях прошлых цивилизаций погибших от глобальной катастрофы только подпитка внешними энергиями способствовала выживаемости человечества и ее развитию это что сейчас происходит в мире созданный искусственный дефицит энергии привел к тому что мы стали вообще беззащитны перед окружающей агрессивной средой поэтому умрем как мухи от малейших проблем такое уже было когда после глобальной катастрофы остатки цивилизации вымирали от эпидемии да еще паразиты зачищали территории вам же еще и дозу вливают чтобы вообще снять любую защиту в моих опытах и показы возможности визуализации невидимой энергии при помощи светодиодных индикаторов вы должны были увидеть главное окружающее пространство и тем более материальные предметы пропитаны энергией ни один прибор то ли осциллограф то ли тестер или цифровой или стрелочный не покажут того взаимодействия который происходит вокруг нас поэтому я уже несколько лет вам рекомендую оторваться от подобных приборов всякие неонки и ртутные лампы дневного света тоже не очень удачной визуализации так как имеют малый динамический диапазон и пороговая то есть триггерное срабатывание а светодиодные индикаторы как я уже подчеркнул ранее имеют диапазон измерения более 60 70 децибел то есть десятки тысяч раз правда на веб-камере не очень эффективно смотрится в реальности все значительно изящнее показывал я вам возможность индикаторов и на этом шаре так вот что-то вроде установки тесла кстати без колбы примерно тот же радиус около полуметра вот я вам к примеру покажу на этих индикатор вот такая вот визуализация петра и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а вам наподумать, такие типа загадки. Возможно, ваши бабушки, дедушки, прабабушки и так далее говорили вам, что, дескать, это нельзя, да то нельзя. Я про то, например, что нельзя сидеть на углу стола. Почему разбитую чашку нельзя склеить? Или нельзя есть ножа? Шить на вас и многое-многое чего другое. Меня в детстве несколько удивляли эти постоянные отдергивания, из-за детского максимализма, считавшего, что это дремучесть и ересть. Но вот уже 30 лет, как я считаю, все иначе. Это была житейская мудрость. Вероятно, наши прадеды и не знали, почему так нельзя делать. Или делать так, как передавали предки. Еще раз напомню, глобальные катастрофы уничтожили цивилизации, которую в совершенстве владели энергетикой. А пришедшие на смену гибридные паразиты только отрывочно и поверхностно получили эти знания, которые сами объяснить не могли. Но, тем не менее, передавали последующим поколениям. Вот еще один момент. Будучи ребенком, меня забавляло, как прабабушки, бабушки, да и моя мама всегда на кровати взбивали подушки и ставили их или пирамидкой, или домиком. Это был обязательный и непререкаемый ритуал. Никто не мог мне объяснить, почему надо так делать, но было все железобетонно. Вероятно, кто внимательно смотрел мои эксперименты с энергетикой, теперь поймут, что это был не просто некий каприз или дань моде. Все гораздо интереснее и познавательнее. Вот, на сегодня я вас оставлю в подобных раздумьях, но, возможно, в одном из выпусков поведаю вам эту и другие тайны. Будьте здоровы! Вам всем это очень сейчас необходимо. И категорически опасайтесь внедрения чужеродного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова